Человек живёт, и каждый знает, что он умрёт. А что дальше? Ну, человек живёт... Есть рай, есть рай и ад. Поговорка, говорит, рад бы в рай до грехи не пускают. Ты же говоришь слова Иисусу даже. Вы эту книгу когда-то читали или нет? Библию? Нет. А в ней как раз вся мудрость. Я Коран читал. Что читаете? Что читаете? Коран. Коран. О, молодец какой. Молодец какой. Ну, прочитай тогда, что написано. Откуда у тебя? Так, что написано? Так, что написано? Да, без этих, без этих, не могу читать. Ну, понятно. Понятно. Ну, я в медресе не учился, но меня обучили. А вы слышали такое, что Иисус Христос приходил на землю и умер за наши грехи и зовёт к покаянию? Смотри, как может женщина родить Бога? А никак не родит. Она не Бога родила, а Бога человека. По человечеству. А Бог, Он был и остался. Это вас обманывает? Такого учения нет в православии, что она родила Бога. Это слова. Это слова. Она же родила Иисуса. Иисус, Бога человек. Вам от вас скрыли это. Он Бог воплотившийся и родился по телу. Не вмещай. Он же пророк, а не Бог. До Него тоже были пророки. Нет. Знаете, пророк никогда не скажет, что я и отец одно. Но он не говорил, что он Бог. Он говорил. Он прямо говорил. Евангелие Отяна, 10 глава, 30 стих. Первая глава, 1 стих. Вначале было слово. Слово было у Бога. И слово было Бог. Как нет? У Павла апостола говорит. Сущий над всем Бог. Был рождён. Сейчас все говорят, когда конец света будет близок. Что Иисус, пророк Ниумович, придёт на землю. Да. Придёт на землю. Ещё Махди тоже придёт. Махди. Сядет на престоле славы. 20 глава, 11 стих апокалипсиса. И от лица его бежало небо и земля. Смотри, один вопрос. Когда он придёт, он куда первым очередем пойдёт? Никуда он не пойдёт. Он на облаках. Я вам отвечаю. Он не на земле будет, а на небе, на облаках. И верующие воскреснут. Кладбище все потрясутся. И верующие будут вознесённых христиане. А остальные останутся. Будет суд. Не, вы это неправильно в Библию читаете. Да откуда же тебя знать неправильно-то? Вы появились-то на 6 столетий позже. И неправильно. Даже многие христиане принимают ислам. Не принимают. Не принимают. Апостол Павел говорит. Кто будет иначе проповедовать, а не то, что мы сказали. Анапима. Галатам 1 глава 8-9 стих. Дальше. В Деяниях Апостолов 4.12 написано. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени. За грехи-то умер Христос, а не кто-то другой. Ну да. Сейчас. Ну, я не слышал, что вот мусульмане принимали христианство. Да мусульмане появились на 600 столетий позже. Откуда вам знать-то? А это писали ученики, которые с Христом ходили. Они все были казнены язычниками. Через 600-летие пришли, и теперь начинают переворачивать. Вы что, в уме или нет? Ты сейчас хочешь сказать, что этот Адам и Ева христианами были? Адам и Ева? Это в Ветхом Завете, в начале. Они умерли и пошли в преисподние места. А Христос, когда на кресте умер, то душой Он сошел в преисподние. И вывел тех, которые ждали Его. Тебя с задержками слышно? А? Тебя с задержками слышно. Вам слышно, что я говорю? Не, я слышу, но не могу понять. Ты быстро говоришь. Христос умер на кресте в пятницу. Христос не умер на кресте. Дальше, дальше. Я медленно говорю. Он на кресте был, и Его сняли, и похоронили. Похоронили там пещера, в пещере. А душою, душа, Он сошел туда, где были души умершие, преисподнюю. И вывел их оттуда. А еще на третий день воскрес. А на сороковой вознесся на небо. И сказал, я приду вот так же опять, как взятый. Я приду и возьму. Ты Коран тоже читаешь, да? Обязательно даже. А в Коране что говорят? Говорят? А говорят? Вы сами разберитесь. Это ваша книга. У нас написано прямо, что если кто будет говорить не то, что в Библии написано, а нафима. А нафима. А смотри, у тебя же есть перевод Корана-то? Здесь я знаю. Здесь я знаю. А там автор какие? Там разница тоже бывает. Знаете, в первом послании Иоанна говорится, что кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, пришедшего, это антихрист. Вот и решай, кто ты такой. Да, я мусульманин. Ну так мусульманин человек, на суд-то Божий. А кто судить-то будет-то? Господь, говорит, сядет с отцом. Другого-то нету. Смотри, Господь не может на землю спускаться. Не может. Как человек, смотри, как человек может над Богом? Понимаете, что вы начинаете умом рассуждать. Что? Умом, умом тут нельзя рассуждать, верой. Представьте, вот кто у вас, вождь здесь главный-то написал, его это, ну, Коран дал. Когда он умер? В каком году? Коран. Кто написал Коран? В каком году умер? Ты про пророка говоришь? Да. Да, когда он умер? Да, когда он умер? Ну, в 637 году по-хидре. В 632-м. В 632-м. По-хидре. Не в нашем году, а по-хидре. Да, в 632-м. Да как судить о том, чего не видели? А уже 630 лет люди верят, уже верят. Ему же откровение проходило. Вот представь, завтра ваш сосед подойдет и скажет, и Коран, и все бросай. Я знаю, и будет Виссариона проповедовать. Можете чуть медленнее говорить? Телефон не может передать твои слова быстро мне. Так, Иисус умер за наши грехи. Поэтому на медицинской машине крест... Как Бог может умереть за ваши грехи? Он не Бог, Он Бога-человек. Я третий раз вам объясняю. Вы затумкались так. Он человек и Бог одновременно. Он воплотился. Ведь у вас познания никакие. А у вас тоже нету. Просто вы по Библии читаете то, что там написано. И излагаете то, что там написано. Вот Коран тоже прочитаете то, что там написано. Так, скажите, что дальше будет в мире? Скажите. Как события развиваться будут? Смотри, говорят, что Третья мировая начнется. Говорят. Вы скажите, что в этой книге написано? В этой книге пророчества какие? Я не эту книгу читаю. У меня другая книга. Это самая. А у нас пророчеств. Три сотни пророчеств. Говорят о том, как будет событие развиваться. Денег не будет. Пищать будет стоять. 666. И он один царь над всей землей. И мусульмане примут его, этого антихриста. Все поклонятся. И многие христиане примут. Христиане. Столицей мира, столицей. Иерусалим. И над всеми будет еврей царствовать. Ты только, говорят, антихрист не может пойти в Медину и в Мекку. Понимаешь? Не понял я. Не понял я. Антихрист это же одноглазый такой. Да нет, этого нигде не написано. Одноглазый. Чего ради? Это урод какой-то. Ну, что ни... Да, пусть так будет. Антихрист это самый мудрый человек будет. На земле, на две земли. Это Медина и Мекку. Его не принимали, когда Господь говорил. Вот был такой... Смотрите. Мы верующие православные христиане, проповедники. Пришли людям возвестить волю Божию. Что Иисус Христос умер за наши грехи. Мы это все узнали из Слова Божия. Святая Библия. Здесь Евангелие. Иисус умер за наши грехи. И поэтому Он зовет, говорит, придите ко Мне все труждающиеся обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго мою на себя. Ибо иго моё благо, и бремя моё лёгко. И найдёте покой душам вашим. Со Христом жизнь совершенно другая. Ты боишься греха. После смерти Бог определяет человека в аду гореть в огне или в царстве небесном. Просто разговариваю. Да не просто разговариваю, тут не с кем. Тут блудилище одно. Анонизмом занимается, да сиськами трясут. Разговариваю. Ну много разговариваю. Да чего обманываешь сам себя? Мужик здоровый, крепкий мужик. Лежит. Если ты хочешь разговаривать, ты найди людей, которые знают смысл жизни. Которые считают эту книгу, живут по ней. Что за нас Христос умер, а люди с ума сходят от блуда. Мы через женщину все умираем. Вы же там читали то, что не суди, правильно? Да не судить, они осужденные. Не суди. Их судить не надо. Вот здесь вот половина мужиков голая в щаду рулетки. Процента 85 мусульмане. Зачем они здесь? А за тем, что дома 4 жены, надо платить колым. А здесь 44 даром и голая. Зачем? Мне 81 год идет, мозги пудрят, как говорится. Ну дай Бог здоровья. Вы просто говорите, у вас своя точка зрения, у меня своя точка зрения. Да это не точка. Это жизнь вся. А тут точка. Ну вы видите, маленькие дети матерятся, курят, непрерывно пьют, сидят. Совокупляются. Скотина этого не делает. Содом и Гоморрой устроили точка зрения. Да откуда она точка зрения, когда слепые сидят, лежат. Половина головы показывает, остальное прячется. Потому что правила рулетки не позволяет это. И правила рулетки, которые Андрей Терновский установил, нарушают 90% людей, наверное. Надо верить. Христос говорит, суд Божий грядет. Еще отвечать будут. Как блудил, вылавливал баб чужих. Безумие. Ну почему? Что вы? В хороших людей тоже. Хорошие люди сюда не придут. У него дома семья, жена. Хорошие люди. Блудники, прелюбодеи, которых огонь ждет вечно с сатаной в озере Огненном, в Гиене. Люди добрые. Тут добрых людей один на тысячу, может быть. Который зашел посмотреть. Ну, у меня сегодня, значит, джек-хот. Их не один был. Ну, в общем, так. У вас душа есть? Ну, а как же? Конечно. Так. Вы верите, что человек не исчезает со смертью? Что за гробом есть другая жизнь? И Господь будет судить. Божий суд есть? Естественно. Ну, а раз естественно, значит, надо поверить, что Иисус умер за наши грехи. И зовет всех, чтобы пришли к покаянию. Библия говорит, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Кто будет веровать, крестится, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вот как учит нас Святая Библия. Вы, это, извините меня, конечно. Я уважаю вашу веру и все такое. Просто я убежден, и то, что Бог един, и то, что разделяют Бога на христианство, как это, на ислам, на буддизм. Ведь Бог един, по сути, правильно? Вы как считаете? Не надо считать. Так написано. Бог един. Бог есть любовь. Бог един. Но о Боге мы знаем только из Библии. Другой книги нет на земле, которая говорила бы о Боге. Так. Бог есть совесть. По совести, по сердцу, по зову сердцу своему. Не по какому-то поноживе, а по зову своего сердца. По праведному зову своего сердца. Ну, какое сердце у блудника? Куда он идет? Сердце. Есть комсидалы, есть человек культурный, как лауреат Нобелевской премии, как Иван Петрович Павлов. Какое сердце-то? Какое сердце у молодежи сейчас? За время перестройки убито 120 миллионов человек. В утробе абортов сделано. Куда сердце завело? В России каждый день 20 тысяч абортов. Какое сердце? Сердце, просвещенное благодатью Духа Святого. Вот куда сердце ведет. Как Серафим Саровский говорит. Начнешь разговаривать о Боге, сразу отключаются. Почему? Да им это не надо. Потому что дьявол оккупировал душу. Христопродавцы. Да нет, просто мы же сейчас растем на средствах массовой информации, правильно? Так зачем ты на них расти? Расти надо на Слове Божьем. Господь говорит, а то мы считаем Еремея Пророка. И он говорит, два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. А выстекли себе водоемы, которые не могут держать воды. Вот это средство массовой информации. Бабки около подъезда судят друг друга. Это средство массовой информации. Нет, нет. Ну вы же прекрасно поняли, о чем я говорю, правильно? Я услышал, что. Но говорите вы то, чего нету. Мы живем, а мы же в этой стране живем. Я вот в Барнауле. Мне 81-й год. Не то, что не жить, а даже мысль на секунду не допустил бы так, что ничего нету, умер и ничего нету. А если Бог есть, значит, закон есть. Вы говорите буддистов. У буддистов Бога вообще никакого нет. Будда это не Бог, а человек, достигший нирваны. Их тысячи Богов таких. У мусульман, да, они говорят, Аллах есть. А у буддистов у них нет никакого Бога. Почему нету? А какой? Как Бога звать? Скажите, у Китая какой Бог? Я не знаю. Вы мудрый человек. Нету никакого Бога, еще раз говорю. Нету. Это не Бог. Человек, достигший состояния покоя, спокойствия нирваны. Ну, то есть, этот, вот этот вот человек в какой-то нирване, это для них Бог, правильно? Таких тысячи достигли-то. Тысячи. Бог один, вы говорите. Их тысячи таких. Будд. Подождите. Для каждого он один, правильно? Ну, в общем так. Не будем по чужим помойкам лазить. Есть Святая Библия. Бог открыл истину через апостолов, пророков. Хорошо. Ответьте мне. Ну, можно вопрос? Можно, пожалуйста. Откуда христианство пошло? От Христа Спасителя, который 2019 лет назад родился от Девы Марии. Второе лицо Троицы Бог сошел и воплотился через Деву Марию. Рождество праздновать будем. Я это понял. А первые носители веры были кто? Апостолы. 12 апостолов. Из них один оказался Иуда. Бог избирает на его место Матфея. Потом придет Павел. Хорошо. И в Библии написано Новый Завет и Светки. В Новом Завете 27 книг, которые написали апостолы. Хорошо. Проповедовал кто религию? Кто проповедовал? Сначала Христос, потом апостола. А потом рукоположное имя епископа, да и все люди. Деяния апостолов, 8 глава 4 сих, говорится. И рассеявшиеся ходили и благовествовали. Понятное дело. Ну, вы вот в христианстве и все, да? Да, мы христиане православные пришли в этот разврат Содом и Гоморру, чтобы сказать, что ждет их, если они не перестанут тут блудить. Еще Лермонтов писал, есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону златой и мысли, и дела он знает наперед. А вы ведете какой-нибудь кружок для детей? Конечно, я создал, по милости Божией, детский лагерь. 45 лет его начальник, сейчас в новом формате, то есть 48 лет. Тысячи детей подняли без помощи государства. О, привет. Здравствуйте.